Всем здравствуйте, друзья! Срочная новость позади меня. Hyundai Solaris. Знаете такой автомобиль? В свое время был очень-очень популярен. Сейчас остатки вот этого 22-го года, которые остались у дилеров, распродаются по сногсшибательной цене. Машину на механике мы можем забрать за 2-100 с гарантией от официала. Почему так происходит? Почему дилер избавляется от вот этих вот Hyundai Solaris, которые можно еще продавать и продавать, казалось бы. А все очень просто. Solaris скоро он нам будет снова доступен в продаже, но немного с другим названием. Kia Rio тоже будет доступна в продаже, но также с другим названием. И будет доступна Creta. Бренд, еще раз скажу, будет называться не Hyundai, как вот здесь на воротах, а Solaris. Сейчас зайдем в салон, посмотрим, сколько же стоит 22-го года выпуска Hyundai Solaris. Вот здесь как раз есть интересный автомобиль в интересном цвете. Подходим, смотрим к ценнику и видим 2-400. Эту машину готова отдать за всего лишь 2-100. Механика 123 кобыла, 1,6. Ну все, как мы любим. Настоящее корейское качество. Подогрев руля, подогрев сиденья, мультимедийная система, 6-ти ступочка, передний привод. Отвыкли, наверное, уже от таких машин-то, да? Когда в обзоре на канале Мехот были корейцы, давненько не было, только параллельный импорт. А здесь вот настоящий наш, российский, питерской сборки Hyundai Solaris, которые раньше разлетались, как горячие пирожки, еще остались у дилеров, да? 22-го года запасы, так сказать. Дилер продержал их до 24-го. Ну, конечно, с такой ценой сложно было найти покупателя. Сейчас цена 2-100. Также видим Elantra есть, но не знаю, параллельный импорт, наверное, а может быть официально. Это еще тоже нужно узнать. И интересный экспонат. Kia Ceed. Что здесь делает Kia? Да просто продается, потому что Kia тоже сюда переехал. 3-50. Смотрим, автомат, шестиступенчатый, двигатель 1,6, 123 лошадиных силы, а даже 128. Все правильно, цена 3 миллиона рублей, год 22-й. Что еще у нас есть по Hyundai? Это Tucson. С каким двигателем? Дизель 2 литра, 186 лошадей. Цена 4,200. 4,200. Темные остаточки, друзья. Это все остаточки, которые продаются абсолютно официально. 4,200. Очень много конкурентов за эти деньги у него из китайцев. И также видим Palisade. Красивящий Palisade. Уже год стоит. 7 миллионов рублей. Двигатель 3,5 литра. Мощность 249 лошадиных силы. Восьмиступенчатый автомат. Да, не спорим, машина классная. Но, опять же, 7 миллионов рублей. За 7-то миллионов рублей может европейца или японцы какого присмотреть по схеме параллельного импорта. Думаю, за такие огромные деньги-то ворвать еще можно. Или Лисян купить. Л7. Либо Лисян L9. Китайский автомобиль, который больше и оснащенней. Там еще и гибридный он будет. Когда приедет новый Solaris в продажу? Мы еще точно не знаем. Ну, недели-две. Пару недель. Пару недель. По деньгам неизвестно пока. По деньгам пока неизвестно. 2-100-2-400 в районе. От 200 и выше будет. Ладно, будем надеяться, что, может, миллионов-полтора все-таки в России собирается на заводе в Питере. Правильно? Да. Продолжение. Solaris и Creta. А Solaris и все? То есть, Сирио пока сюда к вам не заедет, да? Ну, все, друзья, пока ждем только Solaris и Creta. За полтора миллиона рублей. Ну, как говорит менеджер, возможно, от 200. Но цен пока нет. Как машины появятся, мы сюда приедем и обязательно все внимательно посмотрим. Гарантия будет официально, да? Машин где-то 70 тысяч штук. Вы представляете, какое огромное количество машин платит на всем, даже вам. Все, до новых встреч.